Итак, продолжаем по улице Богдана Хмельницкого. Сейчас мы разворачиваемся в сторону центра. И так туда прямо и пойдем. Пойду сейчас как раз в сторону торгового центра. Именно крупного торгового центра. Как я понимаю, он здесь один на весь город. То есть, к примеру, видите, какой контраст, если сравнить с городом Курском. Как говорят, Курск это город торговых центров. Если посчитать количество ТЦ и количество населения, то там одна цифра. И та цифра даже больше московской цифры. То есть, количество торговых центров на количество населения в Курске больше, даже чем в Москве. А здесь все в обратную сторону. Первое, что мне понравилось, то, что есть прям рынок. Даже два рынка в центре города. Это мне прям понравилось. Ну, а не понравилось то, что вот, если какие-то ТЦшки есть, во-первых, в них нету туалета бесплатного. Во-вторых, ну вот как мы туда заходили, если помните, в позапрошлом выпуске. Что три магазина в одном помещении, это они назвали торговым центром. Как-то так. Там какую-то высотку строят. Я уж не знаю, насколько быстро ее достроят. Я не знаю, жилые ли это дома будут. Или что-то типа БЦ. Такое, знаете, будет Иваново Сити. Так, что мне понравилось, то, что есть шаурмечные. По крайней мере, уже три я видел. То есть, если захочется перекусить, есть где взять. А мы дальше пройдемся до конца этой улицы. И там как раз мы окажемся на Ленинском проспекте. Или на проспекте Ленина. Да, проспекте Ленина. Вечно путаю. Конечно, я не знаю, можно ли называть Ленинский проспект ту улицу, которая официально названа проспектом Ленина. Ну и наоборот. Можно ли проспекты Ленина называть Ленинским проспектом? Так как, по сути, и то, и то посвящено Ленину. И то, и то означает его, чей, получается. Ленинский отвечает на вопрос, чей. И Ленина тоже отвечает на вопрос, чей. Получается, Ленинский проспект и проспект Ленина, это же значение этих фраз, означает одно и то же, как мне кажется. Напишите в комментариях. Например, бульвар Хмельницкий или бульвар Хмельницкого. Это же тоже может означать одно и то же. Так. Но я знаю то, что в Украине прям целый город назван в честь Богдана Хмельницкого. Хотя я помню, Днепропетровск изменили в Днепро, так же, как и Кировоград, изменили в, дай-ка вспомню, что, в Кропивницкий. Как-то так. Такая вот декоммунизация. Ну а сейчас мы уже подходим к перекрестку. И дальше я именно покажу. Я покажу то, что там будет дальше. Я уж прям так заговорил, как я сам фиг знает что. Сейчас я по карте посмотрю, как там будет удобнее пройти. Именно туда мы и пройдем. Хотелось бы сразу, конечно, выйти на проспект Ленина. Сейчас посмотрю, как здесь оно будет. А, ну здесь, смотрите, у нас, что ж, Георгиевская церковь. Вот она. Как раз сейчас мы на нее посмотрим. А дальше пойдем по улице Красной Армии. И уже оттуда выйдем на проспект Ленина. И именно по нему и пройдемся. И по проспекту Ленина пойдем до торгового центра. Сейчас все глянем. Хотя, думаю, знаете как? Проспект Ленина можем потом заснять уже вечером. Потому что днем мы его видели в прошлых выпусках. Ну и да, как раз именно. Как раз и заснимем его потом уже вечером. Потому что днем уже он был заснят. Как и две площади. То есть площадь Революция и площадь Пушкина. Вот тоже. Что если назвать площадь Пушкина? Пушкинской площадью. Как это, к примеру, в Москве. Можно ли так и не или нельзя? Так, ладно. Здесь сейчас смотрите, как мы сделаем. Вот это... Мы глянем на памятник Георгия Победоносца. Вот здесь. Народу, победителю, воинам, ивановцам, защитившим свою родину. Такой памятник. Теперь мы здесь видим сразу рядом вот такую церковь. Это Георгиевская церковь. Сейчас я прям вокруг ее обойду, чтобы показать со всех сторон. А вот, кстати, мэра города. Тыкните носом, пожалуйста, вот в эту надпись. На уродование русского языка. Торговый комплекс написано «ПОЛЕТ». Не «ПОЛЕТ», а «ПОЛЕТ». Но и спросите на всякий случай, что они имели в виду. «ПОЛЕТ» или «ПОЛЕТ». Мне кажется, они имели в виду «ПОЛЕТ», а написали «ПОЛЕТ». Потому что очень уже глаза режет подобное уродование русского языка. Но, конечно, если оно здесь присутствует. Здесь у нас голубя. Тусуются. И вот так с другой стороны выглядит эта самая церковь. Вот так она выглядит. Ну, а здесь мы дальше через дорогу. Там будет где-то пару ресторанов. Какой-то там что-то то ли ресторан, то ли мини-торговый центр. А дальше выходим в сторону еще от центрального центра. Это улица Красной Армии. И сейчас по ней мы дойдем до проспекта Ленина. Сейчас, пока зеленая горит, пройдем. Здесь столовая кулинария. Сабиново. Магазин продуктовый. Пойдем дальше по улицам. Банк Россия. Смотрите. Видите, вот та монета, которая висит. Это орел. Но искаженный герб Российской Федерации. Потому что настоящий герб, он орел с поднятыми крыльями. А здесь именно с опущенными крыльями. Это так, кстати, к слову. А чей их герб нарисован на монетках. Можете, кстати, глянуть на свои монетки и увидеть, нарисован ли там герб Российской Федерации. Или какой-то другой герб. Ну, это какой-то, что, типа, Центробанк. Иваново или что? Давайте даже прочитаем. Да, Центробанк Российской Федерации. Банк России. Главное управление по Центральному федеральному округу. Отделение по Ивановской области. Здесь у нас здание театра, в котором в 1912-1923 году, ну, в 1912-1923 году на собраниях и митингах выступали Калинин, Лунощарский, Колунтай, Цеткин, Фурманов. Ну, а сейчас дойдём до конца этой улицы и увидимся в следующих выпусках. А что же вы думали? Что будет как-то по-другому? Нет, по-другому не будет. Решил я выбрать из всех вариантов именно лучший вариант. Там какой-то магазин называется Кот, ты пёс. А это что-то тоже, типа, вроде торгового комплекса, как я понимаю. А здесь магазин сувениров. Ну, ладно, сейчас как раз мы к этому магазинчику перейдём и увидим. Сейчас я как раз-таки зайду в этот магазин и увидимся в следующем выпуске. Ну что, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok